Моё вам почтение, дамы и господа, меня зовут Николай, и мы продолжаем наш путь на Уэльте Испании 2022 года в игре Pro Cycling Manager аналогичного года выпуска. Под нашим руководством, команда Movistar, сегодня нас ждёт второй горный этап этой Уэльты с восхождением на Кальяо Фон Куайя. Что же, посмотрим, как сегодня у нас удастся горный этап. Напомню, что первый у нас прошёл не самым лучшим образом. Примаш Роглич там добыл очень и очень значимое преимущество, и сейчас за счёт этого возглавляет генеральную классификацию. Однако, как вы видите, сегодня Алехандро Вальвердо чувствует себя прекрасно, плюс 4 у нашего капитана по гоночным кондициям. В целом, также неплохо себя ощущают и основные развозящие Нельсена Ливейра, Карлос Верона и Грегор Мюльбергер, ввиду чего мы можем рассчитывать на неплохое восхождение на финальный подъём. Кальяо Фон Куайя это подъём, который под конец становится гораздо круче, нежели он в начале, поэтому нужно помнить, что силёнки нужно отложить для финального рывка. И, собственно, мы начинаем это самое восхождение. Тысяча метров набор высоты, 10 километров всего лишь, казалось бы, коротенькое восхождение, однако средний градиент 7,8, и под конец вы видели участок с красными градиентами, это означает, что там под десятку процентов может быть спокойно. Нельсена Ливейра сейчас возглавляет нашу группу. Далее у нас, собственно, Карлос Верона и Грегор Мюльбергер, как я и называл, на старте этапа. Вальверде, Вальверде хорош, покуда атакует Винченцо Нибали. Видно, что за 7,5 километров у Алехандро ещё вполне себе приемлемый запас энергии, которую он может потратить на протяжении этого восхождения. Юмбависмом бросается за Нибали, не хотят отпускать далеко итальянского гонщика Астаны. Оливейра тоже тут как тут, держит нас в первых рядах, готовим мы атаку в Альверде. Оливейра смену сдал, далее пошёл Верона раздавать. Сейчас нужно ниточку натянуть. Но Юмбависма также, видимо, принимает решение добрать Нибали, дабы не маячил впереди. И Верона отличную смену сейчас проводит, далее Мюльбергер готовится. Пошёл вперёд Грегор. Австриец предпоследнее колесо перед атакой Вальверде. Роглича близко пока что не видно, это не может не радовать. Грегор свою хорошую смену провёл и далее. Алехандро Вальверде начинает, собственно, атаку. Верона у нас как буферная зона на колесе, не должен никому позволить сесть на колесо. Вальверде пошёл. Очень резкая и мощная атака. И сразу же четверть минуты есть относительно основной группы. Впереди маячит гонщик ДСМа, которого мы стремительно добираем. Но группа не отстаёт. Группа не отстаёт, как бы мне хотелось. И по-прежнему в районе четверти минуты, даже уже 10 секунд с небольшим, колеблется преимущество Вальверде. Тем временем уже разыграли этап представителя отрыва дня. Но нас это сейчас не очень волнует, Роглич. Тут как тут показывается Примо. Добирает он Вальверде, тут же Ланда и Джей Хинли. Начинается финишное ускорение. Ланда был свежайшим из этой группки. Мы пока идём на равных с Рогличем. Но вот тот самый крутой момент сейчас может вырубить Вальверде. К сожалению, что и происходит. Ланда финиширует, далее Роглич. Джей Хинли 11, Вальверде 12. И сейчас вопрос, дадут ли нам разрыв. И, к сожалению, его дают. В итоге уступаем мы 18 секунд Микелю Ланде, 12 секунд Рогличу. И даже 4 секунды относительно Хинли нам засчитали. Довольно-таки печальная ситуация на самом деле. Но что поделать. Мы рискнули. И этот риск, к сожалению, не оправдался. Вальверде обратно откатывается на 4 позицию в генеральной классификации. Минута 12 относительно Роглича на настоящий момент. Однако относительно Ейца все мы немножко отыгрались. Гонщик Байк Эксченж на этом этапе несколько потерял. Причем потерял так внушительно. В спринтерской классификации по-прежнему Вальверде лидирует. 16 очков его преимущественно относительно Хосе Халкина Рохаса. Мерлия не подкрадывается. Да и Роглич довольно-таки далеко. Следом нас ждет 9 этап. С достаточно крутыми финишными километрами. Это означает шанс на борьбу для Вальверде. Но это будет только в следующей серии. А пока спасибо за просмотр. Напомню, что меня зовут Николай. Увидимся уже очень скоро. Ну а пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok